Еще у нас было две темы. Я вот такой провокативный тезис выдвинул, что если карантин против коронавируса, то и гриппа не будет. И предложил вам найти слабые места в этом утверждении. Я слабое место нашел. А вот нашли ли вы? Дело в том, что на самом деле я нашел аналогичную статью в этом самом Jerusalem Post. А, интересно. Здорово. Сейчас я вам ее найду. Одну минуту. Здорово. Если найдете, можете на секунду в скриншеринге показать. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Так, так, так. Вот видите. Сейчас, секундочку, она поднимается. Ковид Куд. Да, да. Очень здорово. Очень здорово. Так, подождите. Мы видим заголовок и дату, да? 3 августа Jerusalem Post. Да, да, да. Отлично, отлично. Да, это довольно свежее. Очень здорово. А теперь я вам найду слабое место. И оно связано с системой обратно. Вот, вам показать саму статью, саму статью вам не надо? Ну, скажите два слова, если вы хотите. Смысл такой. Смысл такой, что вот это самое, что всевозможные меры, вот это, типа масок. Ну, они останавливаются. Сосудистые движения расстояния. Они уменьшат это самое, уменьшат. Ну, подождите. Сверх того, что мы говорили, особо ничего нет. Ну, да. Ну, все. Тогда не нужно. Вот. Еще дополнение ко всему. Они говорят, что так сказать, что люди будут более склонны обращаться этот самый обращаться к врачам, если они увидят это. Ну, хорошо. А теперь я вам расскажу о слабом месте. Можно, наверное, остановить. А теперь я вам скажу о слабом месте. Есть одна узкая щель, куда грипп проходит лучше, чем коронавирус. Да? Да. Какая? Ее все знают. Это маленькие дети. А, что они больше болеют? Они больше болеют и очень активно заражаются. Если в детском садике попадает грипп, то заболевают все. И поэтому, в связи с этим, как раз это очень слабое место. То есть, если откроют детские садики и влачные классы школ, то как раз, к сожалению, может оказаться, что грипп распространится быстро. А вот если бы этого не сделали, то действительно была бы такая хорошая ситуация, когда общее количество умерших было бы намного меньше. Потому что все-таки от гриппа, когда заражается там, грубо говоря, процентов 40 или половина населения, то совокупное количество жертв, конечно, больше, чем при коронавирусе, при карантине. Вот такая вещь. Это еще один мотив, почему надо хорошо подумать, а все-таки открывать ли детские садики и младшие классы школы. Или еще поднапрячься и попытаться общественные какие-то способы найти, как может, я не знаю, может одной. Вы понимаете, с детьми, младшими школьниками, ведь какая хорошая ситуация. В семьях, где много детей, там старшие школьники, которые дома, они могут и за младшими присмотреть. То есть младший вполне может быть дома и тоже заниматься по Зуму, если старший рядом, да? Да. Вот. А для тех, у кого нет, может объединять, может объединять с семьями, там соседями и так далее, чуть ли не общественные движения. Вот есть соседи, там младшего ребенка некуда деть, вот соседи берут. Только не разная, там желательно одна и та же семья, да? Берут старшие дети или там неработающие родители и так далее. То есть это очень такой важный фактор. Мне кажется, можно было бы поднять. И интересно, вот сейчас же учебный год везде должен начаться. Вы не пытались смотреть, как в западных других странах, что они планируют? Наверное, Израиль от них скопировал, что младшие классы в школу отправлять остальные. Нет, я понимаю, они сейчас должны начать, через месяц все-таки. Ну, так, 1 сентября для масштабных систем это вот просто завтра. Они уже сегодня точно должны знать, что у них происходит. Ну, да, согласен. Вот так. Но, Игорь, мое мнение всегда, что это не должно, что в принципе это была большая ошибка, что все-таки решили это сделать. Ну, конечно. Это мое личное мнение. Ну, и ваше, и мы к нему присоединяемся, понятно. А вот с 1 сентября, я думаю, что поскольку вы у нас информация факт, я думаю, активное обсуждение везде сейчас идет насчет 1 сентября. Особенно для Израиля авторитет это там Европу очень любит, да? Все левые в Израиле, они на Европу ориентируются. Она для них должна быть. Мне интересно, как это... Если там обсуждение, вам не встречалось, да? Ну, опять... Насколько я могу понять, Европа особо не... Во-первых, Европа там это самое... Там это не какая-то одна единая определенная политика. Ну, какие-то примеры. Которые кажутся своей политикой. Я согласен. Есть ли пример? Есть ли пример? Понимаете, примеры это зачастую то, что у нас... Особенно у нас... Ну, в принципе, на самом деле никто особо не любит. Довольно неплохие примеры. Есть там такой пример, как Словакия, к примеру. Там маленькая. И что, вам известно? Не странно греться. А, вы имеете в виду похожего... Там довольно успешные результаты. То есть, я не могу сейчас сказать абсолютно точные цифры. Но, в принципе, там довольно успешно. Я думал... Те страны, на которых у нас очень любят смотреть... Ну, да. В общем-то, они... То есть, типа Швеции, там, или Франции, или Англии. Они как-то это самое... Они... Ну, контакт не очень. Нет, по-моему, сейчас везде довольно... Ну, может, в Англии действительно. В Германии довольно низко я смотрел. Я имел в виду другую тему. Что они пишут о первом сентября европейской страны. Очень конкретно. Сейчас первое сентября, такая... Самое раскаленное такое железо. Сейчас все мысли должны быть у всех о первом сентября. А сейчас не особенно... Там не особенно пишут о первом сентября. Удивительно. Насколько я мог так заметить. Ну, ладно. Будем искать тогда. Потому что они уже должны были принять решение. Они должны были уже принять решение, что у них происходит. Ну, хорошо. Будем тогда искать. У нас такая, может быть, сокращенная сессия. Или вы хотите еще какую-то мысль или тему? Ну, в принципе, нет. То есть, Игорь, мое мнение, что нужно, в принципе, особенно... У Израиля еще со спецификой, что большую часть сентября у нас ходят на праздники. Да. И особенно с высоким процентом тех, кто в школах, они, так сказать, живут там же, вот это, в интернате, ну, пневмея. И когда они будут туда-обратно взаимодействовать, это, ну, говорю, это очень сильно нас постранит. Это, опять-таки, израильская специфика. Да, да. Поэтому мое конкретное мнение, что, в общем-то, лучше отложить, как минимум, на месяц. Да, да. Сначала, потому что... Но ты до начала праздника, это не месяц, это в сумме получится, там, почти два месяца, да, или сколько? Нет, месяц. Нет, сами праздники месяц. А от 1 сентября до праздников тоже еще какое-то время? По-моему, в этом году довольно-таки быстро. Это довольно-таки скоро. Сейчас надо будет посмотреть. Стоп, одну минуту. Сейчас. Сейчас просто Роша-Шанан. Нет, ну, смотрите, сейчас же середина месяца Аб. Она, как раз начинается, у нас в птичке с Роша-Шанан. Подождите, мы же очень легко, мы по-еврейскому, сейчас середина месяца Аб. Значит, полтора месяца до Роша-Шанан. А, да, сейчас ровно середина. Да. Правильно? Значит, нам еще... Полтора месяца, значит... Нам еще... Нам еще... Больше... Полтора месяца еще. Да. Так что прилично там получится. Значит, начинается с 20 сентября. Да, ну, вот видите. Мы по всем системам получили похожие цифры. Нет, начинается 18 сентября, 18 вечером. Как раз полтора месяца, две недели и плюс месяц. Вот, ну, хорошо. Ну, да, то есть ровно тогда, то есть, тогда у нас... То есть, кончится, да, где-то это вот до полтора месяца. Кончится где-то середина октября примерно все проекты. Это бы действительно... Это Израилю дало бы двойное преимущество. Это еще и увидели бы, что... Какой опыт, что происходит с теми странами, которые так или иначе открывали, они вынуждены 1 сентября будут. У нас будет много примеров перед глазами, будет хорошая система обучения на примерах для нейронных сетей. Ну, да. Ну, вот такая тема, действительно, если ее, опять же, в общественную дискуссию. У нас нет канала. Вот я сейчас... На самом деле, тема, по-моему, основа... Ну, то есть, темы у нас были две. То есть, это, значит, образование и это экономика. В отношении образования нужно будет, я думаю, что завтра постараться связаться с Ильей. И еврейский вариант, он хороший. Он, видимо, плохой. Надо прежде всего перевести оригинал, а потом уже делать вариант. Ну, тогда мы будем этим как раз, можно будет заняться как раз вот в разговоре. с Ильей. Ну, да. Может быть, и вам, и мне хорошо открыть какие-то уроки. Я когда-то чуть-чуть открывал. Если хотите, откройте. Там легко, по-моему, заходить. Они многие на Ютьюбе. Там удобно, по-моему, многие одни и те же уроки можно просто смотреть, не пытаясь становиться участником. И, ну, то, что я видел, мне очень нравилось. Очень нравилось. И какая система? Мы можем подумать. Ну, может, хорошо, что мы, может, сейчас готовимся к разговору насчет Академии Хана, завтрашнего. Какая форма может быть? Вот смотрите, одна из мыслей. Почему мне нравился мой семестр вот сейчас, который на Zoom был? Потому что на... Алло, Александр? Да-да, я с вами. Потому что на Zoom читать лекцию можно. Но намного лучше, когда готовая лекция уже на Ютьюбе есть, а на Zoom обсуждение. И тут то же самое. Тут то же самое. Они могут уроки Хана посмотреть уже готовые, а вот Zoom-овский урок, он будет обсуждение, кто как продвигался, какие уроки, какие вопросы и так далее. И оно намного более живое и интересное, может быть, с чем просто разбирать там каждую следующую тему. Ну, наверное. Ну, хорошо. Ладно, тогда, может, действительно будем смотреть и уже двигаться. Вот. Так что сегодня более короткая встреча у нас, да? Второй вопрос, это самое, это остается по поводу... Да, у вас интернет явно активный. Да, более короткий. Ну, тут просто общение, просто о чем будет. Повидим мы... Да-да, вот я же как раз хотел найти это самое, то есть я видел. Грубо говоря, у нас в этом году резко сокращается это самое. Валовый продукт у нас падает довольно прочее, и это самое, прочие неприятные вещи. Ай-ай-ай. Я очень хочу не говорить вообще в этих категориях. Эти категории сейчас просто надо отбросить на свалку истории. Сейчас надо говорить, мне кажется, о том, что людям есть, что кушать, и есть как поддержать тех, кто не работает. А это общая цифра, баловый продукт. Если говорить, что плохо, что он падает, значит, будут думать о том, что надо его поднимать, и поэтому ходить в рестораны, там, или летать с амолёта. Вот об этом, кстати, сейчас у нас не я говорю, а вот это специальный комитет, то есть правительственный узкий кабинет, как раз, по-моему, это собирается... Ну, мне, честно говоря, хотя я к Натаняу в целом положительно отношусь, мне не понравилась заметка сегодня в Фейсбуке, как он показал, что он вот входит в какое-то кафе и специально там покупает, чтобы поддержать экономику. А вот я очень против этого. Уже кто знает, сколько людей погибнет от того, что он зашел в это кафе. Ну, да. По-моему, вот эта категория, что нужна цифры экономики поднимать, просто надо избавиться от этой темы разговора. Тема разговора должна чуть-чуть... Она экономическая, но другой уклон. Чтобы у людей было, что потреблять в тех отраслях, которые работают, чтобы они полноценно там все имели, что имели до этого. И что было, что давать не работать, и все. Ну, что делать? Вы по-другому. И это, кстати, мы действительно очень близки к новым социалистам становимся, да? Потому что эпохи войн – это эпохи социализма. А эпохи мира – это эпохи капитализма. Хотя кто-то утверждал сто лет назад наоборот. Ну, давайте этот самый. Я думаю, что когда будет... Ну, ладно, не нужно, мне кажется, искать процент уменьшения валового продукта. Все, хорошо, я не буду. Это не дает нам пути правильного движения. Потому что если кто-то говорит, что уменьшение – это плохо, он будет говорить, давайте перечислим все меры, которые нужны, чтобы его обратно увеличить. Вот будем летать самолетами, там, ходить в рестораны, и тогда мы его увеличим и станем всем хорошим. Ну, это действительно, это правда, абсолютно. Не нужно, поэтому это такой довод, который действительно вводит по плохому пути. А довод экономический, давайте сделаем, чтобы всем было в достатке того, что они могут потреблять в период карантина, это более правильный довод. При этом может быть общий спад, там, вплоть до 30-40%, и люди будут спокойно жить. Будет спокойно жить. Ну, да. Александр, наверное, можно немножко раньше. Или вы как? Сейчас более-менее, ну, как-то ничего, вроде как. Вот. Ну, значит, если возвратиться к нашей модели, ну, в принципе, я думаю, что у меня есть смысл вот ту таблицу, помните, которую мы говорили, и которую, вот я там в свое время говорил с Ароном, которую вы бы видели, вот это вот Voxville. Да-да-да, как все, как все отрасли изменились. Да. Мой опыт имеет, грубо говоря, сделать группы этих отраслей и примерно распределить их, вот, по, вот, ну, в нашу модель, скажем так, ввести. Для меня, вот, самое информативное, что там было, там в одной из таблиц, по-моему, был спад количества занятых. Да-да-да. Это для нас самое важное. Спад количества занятых, и что с ними делать? Вот это... Вот, ну, гарантированный доход. Сейчас интересно, как к гарантированному доходу мы приближаемся к Израилю. Они уже пришли к очень важному выводу, что помочь людям индивидуально это очень тяжело. Бюрократия неподъемная, и поэтому всем раздали просто одно и то же, да? Там взрослых столько-то, дети столько-то. Мне конкретно нужно вот завтра, яду лично в Бетолах-Леуми, мне нужно было там одну вещь, я, опять, не могу понять там, нужно там быть, не нужно отмечаться, не отмечаться. И вообще там еще один документ. Прозвониться невозможно вообще. Физически нельзя. А в интернет тоже, да? Вот, да. Нет, физически нельзя прозвониться. Нужно иметь такого робота, который вас представляет, ваш представитель. Он подъедет к окошку, поднимется, и на нем будет ваше лицо. Такие роботы, кстати, делают для, там, учебных заведений, для, даже в фирме, когда человек работает на удалении, у него, ну, когда все работают внутри, а он удалит, то его робот может ехать, ездить, подъезжать там к нужным сотрудникам и с ним вести общение. Такой робот нужен для битвах людей, для национального страхования и для других училистей. Ну, подождите, все-таки вот это, я понял вашу мысль. Она, кстати, одна и та же с тем, что я пытался сказать, что бюрократия неподъемная, невозможно огромной массе людей одновременно выплатить и учесть все их нюансы. Поэтому приходится платить огульно. Просто каждому человеку, там, 800 шекелей взрослому, там, и сколько-то ребенку, и все. Ну да, то есть там взяли какую-то астрономическую сумму, там, 600, и кто получил там свыше 600 тысяч, там, вот, там, им вот, что-то 70 тысяч, по-моему, тем не дают, всем остальным дают. Всем дают. Но надо сделать поэтапно. Да, потому что этих людей можно пересчитать, там, по, довольно, их их не так много, их можно там, велически исключить. Я бы, на самом деле, просто дал всем, потому что большой экономии не будет, если тем не дать. Но подождите, я хочу продолжение этой мысли. Надо дать всем огульно, а потом через какое-то время почесать репку и сказать, «Вы знаете, мы так всем раздали хорошо, а денег не хватает. Давайте со всех огульно работающих увеличим огульно налог, и все. Тогда тем, кому действительно нужно, им останется. А с тех, у кого доход вернется обратно. И не надо каждому будет по отдельности считать. Сделать огульное поднятие процента налога, там, увеличиваем налог на столько-то процентов. И все, вся эта сумма возвращается. И люди, может быть, это примут. Сказать, смотрите, мы таким простым путем помогли тем, кто действительно был без денег, и сделали возможность, что тем, у кого есть деньги, они в нулях. Мы даже лишнего с них там, может, взяли лишнее с тех, кто очень хорошо зарабатывает, да? А тех, у кого среднее, они в нулях. Ну да. И все. И, может быть, поэтому не будет социального протеста. И это правильная последовательность. Мне кажется, может быть, это кто-то очень умный. Это Натаняус с Кацом они первые придумали. Может быть, кто-то очень умный, может, действительно, этот второй шаг будет. Просто о нем нельзя говорить. Это только мы можем о нем говорить. Они должны молчать, пока они первые не проведут. Ну да. И так постепенно к гарантированному доходу перейдем. Вот. Кстати, у меня еще один вопрос очень сильный по поводу, кстати, недавно была вот там довольно большая презентация, там, прям в другой, по поводу универсального гарантированного дохода, довольно интересная. Да. Ну, кстати, у меня сейчас возникла, да, то есть это, в общем-то, там все плюсы и минусы. У меня сейчас в соображении еще был один очень минус. Минус. Если будет чем больше этот самый индивидуальный гарантированный доход, тем, грубо говоря, меньше, будет меньше рождаемость людей. Сейчас. Интересно. Вы свежую мысль нам принесли. Сейчас. Это надо переварить. Даже если на детей, он же включает и детей тоже, да, там, на каждого ребенка. Они имели в виду без детей. Я, насколько понимаю, насколько понимаю, там меньше на детей. Я имею в виду... Ну, на ребенка объективно. Подождите. Я мог бы понять, я сразу мыслю в библию впереди того, что вы говорите. Если бы платили только на взрослого, то действительно взрослые, у которых дети, были бы в очень трудном положении. Но если будут платить на взрослого какую-то сумму, а на ребенка, там, половину от нее, или там, сколько нужно процентов, в чем их аргумент? Почему? Почему они решили, что рождаемость людей? Это не ее аргумент. Это мой аргумент. А? Я объясню. Дети... А, это ваше аргумент. Я просто там. Да-да, говорите. Да, я объясню. Вот, скажем так, просто делали модель, что очень сильное падение рождаемости, скажем, в западных странах, особенно в Европе, связано именно с распространением вот этого вот самого... Вэлфора. Вэлфора, да? Социальных... Вот, системы социальной защиты. Оно совпало. Оно совпало. Да. А какая причинная связь, интересно? Это не совпало. Это причинно-следственная связь. Ну, назовите, назовите механизм. Механизм очень простой. Если люди, если, грубо говоря, дети раньше в какой-то степени служили, значит, вначале это было как источник рабочей силы, а потом, грубо говоря, гарантии того, что, так сказать, у себя будет кому позаботиться и прочее. Старой системы. Это понятно. Это в сравнении со старой системой. Я понял. Вы имеете в виду не Вэлфор, там, безработный и так далее. Вы имеете в виду пенсионное обеспечение? Да, да, да. Пенсионное обеспечение, да. А, ну, пенсионное обеспечение, да. Мы, как говорится, уже к нему пришли. Я надеюсь, от него никто не собирается отказываться. Хотя, конечно, вы правильно говорите, это система большего кризиса накрыта. В Израиле, в общем, результаты такие, они существенно меньше, чем в Европе. Скажем, там, в европейских странах, где-то там 80-90% у пенсионеров сохраняется их доход после выхода на пенсию. По сравнению с тем, что когда они работают. В Израиле существенно меньше. Тем не менее, я... Уже можно с вами спорить или еще дать вам... Тем не менее, это был один из результатов того, что, скажем так, они очень-то, в общем-то, это самое... Ну, хорошо, тогда я уже... Дети не очень-то, они и... Тем не менее, в Израиле крайне мало людей пенсионного возраста, которые пользуются материальной помощью детей. Это было в Советском Союзе, бывшем в перестройку, там действительно было. Или, может, еще сейчас есть. В Израиле, наверное, очень мало таких случаев, когда дети являются серьезным подспорьем материальным для родителей. Даже если родители скромные получают пенсию. То есть, явно, мотив быть обеспеченным материальным в старости, это не главный мотив для рождения детей. В Израиле он такой духовно-религиозный, или еще тому, что когда страна ведет войны... Я думаю, что помимо этого еще и... А? Я думаю, еще во многом заиграет роль экономический это сам. Ну как? Какой механизм? Я бы спорил, что механизм такой, что люди надеются, что в старости дети будут их содержать. Ну, вот, мое мнение все-таки, что тем не менее, если у нас это и содержать, и в какой-то степени проблем не только содержать. Проблема, грубо говоря, в чувстве безопасности. Что в случае чего? Да, это согласен. То есть, это не надежда, что будет... Допустим, человек... А, вот, есть случай... Не хотел бы идти в дом престарелых. Не хотел бы идти в дом престарелых. Хотел бы со своими детьми жить в старости, да? Ну да. Особенно сейчас, например. Это важно. Да. Хотя, это еще один момент, почему детей надо не пускать в школу, и в школу все закрыть. Боже, какое бы счастье было с эльскими детьми, если так сказать. Ведь там же, где бабушки и дедушки живут, ну да, с внуками, которые ходят в детский садик и в школу, это мы постоянно видим... Болеют, болеют гриппом, да? Да. Маленькие дети приносят в дом вирус гриппа. Вот все. Я терпеть не мог эту школу в детстве, и сейчас я на ней отыграю. Все школы закрыты. Не, ну я не скажу, что терпеть не мог, но я не знаю, если бы была Академия Хамбурга, я бы был такой. А может, и не мог, я уже забыл. Нет, нет, наверное, я с большей радостью бы учился в такой системе, как Академия Хамбурга. С приятелями во дворе играть было приятно, а в школу можно и не ходить. Ну, как бы спровоцировать. Где дети? Так, Александр, где дети? Они же не на Фейсбуке, у них же другие социальные сети, да? Ну да, у них это самое... Вот эти вопросы, по-моему, имеет смысл, так сказать, обсудить вот это. Ну, хорошо. Значит, мы уже, можно сказать, разогрелись себя к завтрашнему дню. Да. Ну, очень хорошо. Да, к следующему. Все. Ну, а сейчас давайте это самое. Ну что, вот это, по-моему, основная тема, которая имеет смысл. Вот. Да. Хорошо. Ну все, можно... Хорошо. Тогда до это самое? Ну, завтра жду... До воскресенья, да? Ну, и завтра жду вашего выхода. Да, и еще раз с праздником, стубиав. Да. Взаимно. Счастливо. Счастливо. Счастливо.